Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам namwanschool.ru. И сегодня наша тема – тестирование для неквалифицированных инвесторов, которое, как мы с вами знаем, с 1 октября 2021 года состоялось. Ну что ж, давайте поговорим о том, что это сложный тест, несложный тест, можно ли его сдавать или не сдавать, что дает это тестирование, хорошо это или плохо. Ну, в общем, давайте поговорим про тестирование. Я считаю, что про тестирование мне нужно говорить не с самой собой, а непосредственно с Центральным Банком Российской Федерации, но не с организацией в целом, а, естественно, с представителем. И сегодня мы будем говорить про тестирование для неквалифицированных инвесторов Дмитрием Евтеевым, главным экономистом Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Ну, давайте поговорим, во-первых, зачем это тестирование вообще придумали, то есть вот основная цель. Я думаю, для ваших зрителей, Наталья, не секрет, что последние несколько лет знаменовали с настоящим бумом розничного инвестирования. Миллионы россиян пришли на финансовый рынок, и Банк России, как финансовый регулятор, не может, конечно, не приветствовать этот тренд, он видит в этом огромную перспективу, но вместе с тем мы не можем закрывать глаза и потенциальные риски, и угрозы, которые таит в себе эта тенденция. Все мы с вами понимаем, что инвестирование – это крайне высокорисковая деятельность, и учитывая массовый приток средств граждан на финансовый рынок, Банк России ставит перед собой задачу максимально обезопасить клиентский путь потребителей финансовых услуг. Очень важно, чтобы россияне, которые впервые начали инвестировать, еще не имеют более-менее богатого опыта в этой сфере, они разочаровались в финансовом рынке. Наоборот, очень бы хотелось, чтобы эти начинающие инвесторы через несколько лет сформировали уже собой фундамент такого зрелого, полноценного института частного инвестора в нашей стране, чтобы вовлеченность граждан продолжала расти в инвестирование, и чтобы это развитие было уже не только количественным, но и качественным. И для этого надо, опять же, максимально обезопасить начинающих инвесторов от всевозможных рисков. Естественно, Банк России от рыночных рисков застраховать никого не может, ты не должен. Да, собственно, в принятии рыночных рисков и состоит суть инвестирования, но от рисков ментального характера, рисков недостаточного понимания работы финансового рынка, тех или иных его инструментов, конечно, с ними бороться можно и нужно, и, собственно, для этих целей вводится тестирование. При этом я очень хочу подчеркнуть, что Банк России ни в коем случае не пытается связать руки инвесторам, тем более уж не пытается залезть кому-то в карман. Банк России избрал максимально мягкий подход, насколько это возможно. Во-первых, огромное количество ценных бумаг, самых базовых, самых распространенных, все равно останется доступным без какого-либо тестирования. Непосредственно тестирование будет распространяться только на ряд наиболее сложных и высокорисковых инструментов, которые требуют действительно более осознанного подхода. И при этом, опять же, хочется подчеркнуть, что это не какой-то огромный экзамен, это не экзамен ФСФР, это не СФА какой-нибудь. Это будет достаточно небольшого размера тест, умеренной сложности на понимание самых базовых вообще понятий и принципов работы тех или иных инструментов. И при этом даже отрицательный результат тестирования не отнимает право у инвестора в конечном счете приобрести тот или иной сложный продукт или инструмент. Здесь вступает в силу так называемое право на последнее слово, когда инвестор все-таки может приобрести сложный продукт или инструмент, но с ограничением по сумме не более 100 тысяч рублей или не более одного лота, если, соответственно, номинально минимальный объем для приобретения стоит дороже 100 тысяч рублей. И в конечном счете вообще система тестирования выстроена таким образом, чтобы тесты служили не барьером для начинающих инвесторов, а сигналом для них. То есть для опытных инвесторов тесты не станут большой проблемой, а для неподготовленных, явно неподготовленных инвесторов это вот действительно должно стать сигналом о том, что, возможно, вам не стоит торопиться с приобретением того или иного сложного инструмента, возможно, все-таки стоит повысить знания, потратить определенное время на это, но зато уже осознанно подойти к использованию сложных финансовых инструментов. И опять же, как я сказал, здесь максимально мягкий подход и интересы инвесторов во главе угла стоят. Никто не собирается ограничивать свободу выбора и свободу вообще распоряжения собственными средствами, собственными денежными средствами для инвесторов. А вот тест из скольки вопросов состоит и из каких частей состоит вообще? Да, в целом тест будет состоять из двух блоков вопросов. Это блок самооценка и блок знания. Блок самооценка будет предусматривать три вопроса, ответив на которые, инвестор должен будет сам оценить, грубо говоря, свой опыт и свое понимание того или иного сложного инструмента. То есть он должен будет сказать, а знаком ли ему такой инструмент, откуда он получил знания в этом инструменте и как часто и как долго он совершал сделки с ним. И второй блок, это блок знания, он будет состоять как минимум из четырех обязательных вопросов, уже чисто теоретических. И именно от этого блока на самом деле и будет зависеть, сдаст тест инвестор или нет. А соответственно, тест с 1 октября обязаны принимать абсолютно все профучастники? То есть не будет такой ситуации, что вот эти вели, а вот эти еще пока думают? Нет, будут обязаны все профучастники внедрять тестирование в свои сервисы, в свою, скажем так, политику обслуживания. Да, да. Но с 1 октября это, собственно, срок для большей части инструментов, на самом деле, для облигаций со структурным доходом. Тестирование стартовало уже с 1 сентября, а для иностранных ETF тестирование начнется с 1 апреля 2022 года, когда, собственно, эти инструменты будут допущены к обращению на российском фондовом рынке. Вопрос. А какие инструменты считаются сложными, для которых, собственно, потребуется тестирование, чтобы подписчики сейчас не подумали, там, я, допустим, Apple не смогу купить, или там, я не знаю, кого-то еще не смогу купить. Все. Я только УФЗ смогу купить. Нет, ну, Apple можно будет купить. Вообще, в целом, Банк России совместно с саморегулированными организациями в сфере финансового рынка выделил 11 групп сложных финансовых инструментов. Среди них, конечно же, деривативы, маржинальная торговля, облигации с неинвестиционным рейтингом или вообще без рейтинга. Это акции, не входящие в котировальные списки бирж и многое другое. В целом, на самом деле, почему именно такая классификация, объяснить довольно просто. Два ключевых параметра здесь. Это непосредственно сложность, да, ментальная доступность и уровень риска. То есть согласитесь, что все-таки производные финансовые инструменты это довольно сложная нормальная вещь, особенно для неподготовленного инвестора. Те же самые опционы – это вообще своего рода высший пилотаж в трейдинге. И, разумеется, их использование практически требует глубокого понимания их работы, их особенностей. И для неподготовленного инвестора вполне целесообразно будет задать себе вопрос перед тем, как их начать использовать. Правильно ли я понимаю, как они устроены? Осознаю ли я все риски, которые они в себе несут? Что касается фактора риска, да, вот при такой классификации, то здесь тоже на самом деле все просто. Возьмем ту же самую маржинальную торговлю. Явно услуга не для рядового инвестора без большого опыта. Допустим, мы с вами там голубую фишку покупаем, акция ликвидная, эмитент прозрачен, риски более-менее понятны. Но добавляем сюда кредитное плечо, и наш уровень риска существенно возрастает. Или там тот же шорт, например, взять, как частный случай маржинальной торговли, шорт тех же самых акций. То есть не все инвесторы понимают, что в данном случае потенциальные потери не ограничены, а потенциальная выгода наоборот ограничена. То есть акция может в теории расти бесконечно, а ниже нуля она никогда не упадет. И тут даже как бы само мат ожидания не на стороне инвестора. Поэтому, разумеется, я, конечно, здесь, возможно, излишне утрирую и теоретизирую, но факт остается фактом, все-таки маржинальная торговля требует очень осознанного подхода и глубокого понимания вообще всех процессов, которые за этим следуют. Или, например, те же самые облигации. Одно дело, когда мы приобретаем с вами облигации с инвестиционным рейтингом, другое дело, когда рейтинг неинвестиционный. То есть при прочих равных условиях здесь и риск дефолта выше, и риск лепмидности, конечно, в подавляющем числе случаев тоже присутствует. Еще более сложная ситуация, когда кредитного рейтинга нет вообще. То есть нет, здесь на самом деле меня могут прервать и сказать, а разве кредитный рейтинг является гарантией надежности имитента? И, конечно, он будет прав, что меня прервет. Нет, кредитный рейтинг не является гарантией. Но, тем не менее, нельзя спорить с тем фактом, что для рядового инвестора все-таки кредитный рейтинг – это самый простой, но при этом очень эффективный ориентир при принятии инвестиционных решений. Поэтому в отсутствии хотя бы такого простого ориентира рядовому неподготовленному инвестору будет сложно оценить все возможные риски при инвестировании вот в такие рисковые облигации. Это вот как пример. И, собственно, для этого тестирование и уводится, чтобы оградить явно неподготовленную публику от неправильного понимания тех факторов, которые обязательно нужно учитывать при инвестировании в такие сложные инструменты. Ну, у меня недавний случай. У меня знакомый есть один. Он никогда не инвестировал. И он ко мне обратился и говорит, Наташа, слушай, я хочу создать портфель. Я хочу начать с Чикагской биржи. Там же можно как-то деривативы какие-то на крипту взять. Вот как думаешь? Я говорю, ну вот начинать с этого, наверное, точно не надо. Но подожди, я же не могу потерять больше, чем я вложил. Я говорю, тебе, ну, например, апрель 2020 года ничего не говорит. Говорит, а что это? Я говорю, если тебе апрель 2020 года не говорит о том, что если ты купил производный инструмент и не можешь потерять больше, чем ты вложил, тебе туда нельзя. Почитай сначала математическую часть, а потом уже давай думай, дорогой товарищ. После этого он сказал, ну, наверное, надо начать все-таки с ОФЗ. Потом купим акции. А потом, если тебе будет этого мало, мы с тобой пройдем тест. Ты делай, что хочешь. Вообще абсолютно без каких-либо проблем. Вопрос. А вот рядовому инвестору как понять, что вот для этого инструмента ему нужно сдавать тест? Он его просто не увидит? Или ему какая-то там напоминалочка всплывет, что, дорогой товарищ, это тебе нельзя, потому что ты там без теста? То есть как это технически будет выглядеть? Может быть, вы как-то с профучастниками это обсуждали? Или просто им будет это, они этого не увидят? Ну, в целом, как бы, инвестор может, я не знаю, почитать, допустим, базовый стандарт защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, где, собственно, прописана вся процедура тестирования и в том числе приведены вопросы по каждому типу инструментов. И там найти этот, собственно, список, посмотреть, что его ждет. Но в целом, если не прибегать к такой сложной схеме, при попытке приобрести какой-то сложный инструмент, который его интересует, даже если инвестор пока не отдает себе отчета в том, что это действительно сложный инструмент, автоматически будет предложено пройти тестирование. То есть в моменте будет ограничение на приобретение, соответственно, высветится предложение о том, чтобы тест пройти, инвестор, соответственно, соглашается, проходит или не проходит, уже в зависимости от этого нужно будет предпринимать дальнейшие действия. То есть прошел, пожалуйста, без каких-либо ограничений покупаешь дальше. Если нет, то либо право последнего слова, либо все-таки можно попробовать будет еще раз его задать. А как работает вот эта самая так называемая дедушкина оговорка? То есть когда, например, человек уже использовал эти инструменты из списка сложных, ему тоже надо тестирование сдавать? Или будет считаться, что раз он уже этими инструментами пользовался, то тестирование ему не нужно? Да, на самом деле опытным инвесторам сдавать тесты не придется. Ну, в первую очередь это касается квалифицированных инвесторов, но мы все-таки сейчас не про них говорим. Хотя здесь я замечу, что начинающий инвестор не квал, который сдаст все тесты, которые предусмотрены для неквалифицированных инвесторов, все равно не получит статус квалифицированного инвестора. То есть вот это разграничение, которое действует уже много-много лет, оно все равно остается. И часть инструментов, которые предназначены только для квалов, для неквалифицированных, которые сдадут все тесты, все равно останутся недоступными. Но и для неквалифицированных инвесторов, которые обладают действительно опытом, тесты сдавать не придется. Действительно, есть определенные условия, что до 1 октября 2021 года инвестор должен иметь опыт заключения договоров или сделок с такими сложными финансовыми инструментами. В таком случае, да, тест сдавать не придется. В данном случае делается допущение о том, что такой инвестор уже имел опыт, а значит, имеет знание на то, чтобы здраво оценить все потенциальные риски. У меня перед предыдущими видео очень многие, когда протестирование слышат, сразу пишут, а можно где-нибудь посмотреть ответы. А вот когда я буду тест проходить, а я смогу куда-нибудь подглядывать и так далее. Можно ли где-то посмотреть вообще вопросы, ответы, подготовиться к этому тестированию, чтобы это как-то было комфортно? Ну, в целом, да, как я уже сказал, есть базовый стандарт, где в приложениях к нему вы можете увидеть прям и блок самооценки, какие вопросы предусмотрены, и блок знания для каждой группы сложных инструментов. Вот ознакомиться первично можно таким образом. А что касается того, как подготовиться, то на самом деле вариантов огромное количество. Вам достаточно, в принципе, ознакомиться с тем перечнем сложных инструментов, выбрать для себя интересующие и просто почитать какую-то дополнительную информацию. Опять же, я подчеркну, что тестирование будет затрагивать только базовые какие-то понятия и принципы работы. То есть это не суперсложный экзамен. Ну, не вышло у тебя, да. Всего четыре вопроса, да. То есть любой инвестор на самом деле справится. Тут зависит от того, сколько времени он на это потратит. Подготовленный инвестор, который заранее потратил время на обучение, он вообще, возможно, даже без подготовки сразу сдаст и не возникнет никаких проблем. Что касается того, а можно ли будет там где-то подсмотреть, где-то списать, то, конечно, никакого жесткого контроля не будет. Особенно если мы говорим про онлайн-формат проведения тестирования. Здесь в этом плане никто инвесторов не ограничивает. Но хотелось бы, конечно, надеяться все-таки на честность и благоразумие сограждан. Что все-таки нужно понимать, что в целом в жизни нужно быть честным перед самим собой в первую очередь. А в случае тестирования не квалов это еще и, возможно, деньги поможет заберечь. Поэтому в конечном счете честное прохождение тестирования – это в первую очередь в интересах самих начинающих инвесторов. Но, опять же, даже если в процессе тестирования человек прочел вопрос, он не знает и тут же, не знаю, завез в интернет, загуглил. Это, по сути, своего рода тоже процесс обучения. Главное, чтобы он не просто посмотрел, какой точно правильный ответ и выбрал его в категории. Он должен все-таки переработать, как-то осмыслить всю эту информацию, и это будет ему на пользу. Это действительно процесс обучения, поэтому такой формат почему бы и не использовать. Да, базовые стандарты, кстати, я в описании вставлю, так что вы можете посмотреть все вопросы, они будут в описании к этому ролику. Кстати, еще вопрос. Инструментов, для которых нужно тестирование, несколько. И вот, например, если человек хочет купить, ну, допустим, облигацию неинвестиционного рейтинга, то в тестировании будут вопросы только про облигации неинвестиционного рейтинга, или там будут еще и вопросы про все другие сложные инструменты, которые могут быть. То есть, если, например, человек захочет купить облигацию, опцион и еще что-нибудь, ему нужно под каждый класс инструментов свой тест давать? Или это все-таки будет один тест для того, чтобы получить доступ ко всем сложным инструментам? Нет, вот есть 11 групп инструментов, и, соответственно, будет 11, скажем так, наборов вопросов для каждого из инструментов. То есть, если инвестор хочет привести, допустим, структурную облигацию и опционы, допустим, то он пройдет тест для структурных облигаций и пройдет отдельно тест для деривативов. То есть, на каждый тип, на каждую группу инструментов свое тестирование. Еще спрашивают, а будет ли какая-то база сдавших? Ну, знаете, не знаю, там застали, не застали, всегда вывешивали списки, кто там сдал ЕГЭ, кто там сдал какие ступительные и так далее. Вот если, например, человек сдал тесты у одного брокера, а потом захотел перейти к другому, то у другого ему повторно сдавать тесты? Или можно как-то бумажки принести, как, знаете, диплом и сказать, я уже сдавал, пропустите меня? Ну да, здесь, возможно, есть такое небольшое ограничение для инвесторов. Все-таки да, если мы, например, переходим к другому брокеру или пользуемся одновременно несколькими счетами у разных профучастников, то да, тестирование надо будет один и тот же тест на один и тот же инструмент сдать и у одного, и у другого профучастника. Пока что какой-то единой базы информации об инвесторах, которые успешно справились с тестированием, нет. Возможно, брокеры такую базу разработают. По крайней мере, такой вопрос обсуждается. Но на текущий момент, да, вот, к сожалению, тесты придется сдавать у каждого профучастника. Но, опять же, я не думаю, что это будет массовой проблемой, потому что все-таки большое количество инвесторов имеет там один счет, а те, которые имеют несколько счетов у разных профучастников, они часто используют их для торговли разными инструментами, да, то есть в данном случае не будет тематического пересечения по тестам. Ну и в целом, да, все-таки, если человек уже однажды справился с тестом, то почему он должен вдруг столкнуться с проблемой во второй раз? Ну да, никакой логики, конечно. Тесты, я повторюсь, что это не какие-то огромные экзамены, это небольшой тест, который отнимет, ну, я не знаю, у подготовленного инвестора 5-7 минут. Но будет больше читать вопросы, чем искать правильный ответ, поэтому я не думаю, что возникнут большие проблемы. А это будет, соответственно, выбор из нескольких, то есть не надо самому писать ответ, это выбор из нескольких предложенных вариантов. Да, да. А если, например, человек сдал, ну вот, ответил не на 4 вопроса, а на 3 правильно, то есть сдавшим признается тот, кто правильно ответил на всю вот эту вот часть с четырьмя вопросами про инструмент, правильно я понимаю? Да, проходной балл – это 4 из 4. Но и при этом я еще хочу тоже один нюанс уточнить. Дело в том, что базовый стандарт не запрещает профучастникам свои вопросы дополнительные внедрять в тестирование. И в данном случае, конечно, нужно ответить на 4 обязательных, но еще, если брокер свои предусмотрел, то и на них тоже надо будет ответить. И при этом, что самое важное, правильный ответ на дополнительный вопрос от брокера, он вам не компенсирует ваш неверный ответ на один из четырех основных вопросов, которые базовым стандартам предусмотрены. То есть, в целом, да, то есть минимальный набор – это 4 вопроса по стандарту. Но может быть и больше. Может быть и больше, да. То есть они и в целом тесты могут различаться у разных брокеров, но исключительно на дополнительные вопросы. Четыре базовых, которые предусмотрены стандартным, будут неизменными. А как скоро после провала можно пересдать? То есть, условно, я не сдала тест. Это можно прям сразу второй раз, третий и так вот долбить до бесконечности? Или будет какой-то режим ожидания, что следующая попытка только завтра? Ну, здесь какого-то законодательного ограничения нет. И думаю, что на практике, конечно, можно будет пересдать практически мгновенно. Опять же, в том, чтобы как-то затягивать время, никто не заинтересован, ни брокера, ни клиенты. Хотя, конечно, более рациональным подходом, в качестве рационального подхода стоило избрать, отложить повторную сдачу теста, пойти, почитать какую-то дополнительную информацию. И уже более подготовленным прийти и пройти это тестирование, а не методом тыка пытаться все-таки пройти. Рано или поздно, конечно, возможно, у такого инвестора получится его сдать. Но, не знаю, будет ли это более полезным, чем действительно погрузиться в тему и ответить? Не знаю, тут, опять же, все на совести каждого отдельного инвестора. И в этом случае Банк России и саморегулируемая организация никого не принуждают делать, как вот вилят сверху. Все на совести каждого инвестора. Максимальная свобода, скажем так, в действии в этом плане. А если говорить про тестирование, это онлайн и оффлайн или каждый профучастник решает сам, как он это тестирование будет уводить? Каких-то ограничений нет, хоть как хочешь. Хочешь в офис приходи, хочешь там онлайн сдавай. В целом можно и очно сдать, можно будет и онлайн сдать. Единственное, где действует запрет, это проведение тестирования посредством телефонной или видеосвязи. То есть с голоса нельзя будет задавать вопросы клиентам, потому что здесь есть, конечно, риск манипуляций. Довольно. Да, и в том числе не менее важный риск неправильного понимания вопросов со стороны инвестора, который тест сдает. Все остальные формы, в общем-то, разрешены. Я думаю, что, конечно, на практике подавляющая часть тестирований будет проходить в формате онлайн. Все брокеры планируют встроить механизм тестирования в свои сервисы, в свои мобильные приложения, в личные кабинеты. Клиент заходит в приложение, нажимает кнопку «Купить», ему тут же предлагается пройти тестирование, он его проходит и уже обратно возвращается в моменте к оформлению сделки. То есть в данном случае не разрывается клиентский путь, а это очень важно с позиции профессионального сообщества. И действительно такой вариант будет наиболее удобным и для клиентов, и для самих профучастников. Какое будет подтверждение, что я сдал тест? Бумажка какая-то на стену повесить. Да, форма самого уведомления о результате тестирования зависит от той платформы, где инвестор тестирование проходил. Если это онлайн, то и уведомление будет в онлайн формате. Если это очная форма, то, наверное, какую-то бумажку выйдут. Опять же, форма текста этого уведомления приведена в стандарты, с ним можно ознакомиться. Но там ничего особенного нет на самом деле. И если это онлайн формат, где предусмотрены какие-то короткие сообщения, пуш-уведомления, что-то в этом роде, специально предусмотрена маленькая короткая форма, где прямым текстом будет коротко написано положительный результат тестирования или отрицательный результат тестирования. Опять же, по стандарту профучастник должен будет не позднее одного рабочего дня, со дня прохождения клиентам тестирования это уведомление направить. Но думаю, что, опять же, на практике никто не заинтересован тянуть время, и это будет практически мгновенно. Поняла. Давайте немного, на всякий случай, успокоим подписчиков. А вот какие инструменты точно не потребуют тестирования? Ну, из популярных униквалов. На самом деле, это действительно огромный перечень самых базовых и популярных у рядовых инвесторов ценных бумаг. Это, естественно, в первую очередь, облигации инвестиционного рейтинга, туда государственные облигации попадут, и достаточно широкий круг корпоративных бандов надежных. Это акции из котировальных списков, первый и второй уровень. Это и все наши голубые фишки, но и не только. Доступными останутся и акции иностранных инвесторов, прошу прощения, акции иностранных имитентов. Опять же, из котировальных списков это всем хорошо известные и популярные компании, настоящие мировые гиганты, которые формируют, собственно, топовые иностранные фондовые индексы. И также останутся доступными широкий круг ETF и паевых инвестиционных фондов, в первую очередь, биржевых пифов на широкий перечень различных активов. То есть, по сути, исходя из той статистики, например, Московской биржи, которую мы имеем, такой инвестиционный портфель среднестатистического инвестора, по сути, и состоит по большей части из тех инструментов, которые будут доступными рядовым инвесторам без тестирования. То есть, в этом плане, опять же, тестирование не выступает каким-то барьером, именно с точки зрения возможности для входа на рынок. Ограничения будут касаться лишь каких-то вот сегментов, да, посыкорисковых. В остальном, голубые фишки хотите, хотите надежные облигации, хотите диверсифицированные ETF и пифы на различные активы, пожалуйста, в этом плане никаких ограничений нет, никаких барьеров нет. Я сейчас предлагаю поговорить про вот это самое право на 100 тысяч, ну или на минимальный лот. Потому что тоже многие спрашивают, а вот при каких условиях, если я не сдал тестирование, я могу вот это дело купить? То есть, это будет как? Это будет, что я, например, должен купить минимум на 100 тысяч, ну максимум на 100 тысяч, и потом все, эта возможность отрубается. Или я, например, первую транзакцию делаю на 100 тысяч, а потом могу ту же вторую сделать на 100 тысяч, а потом третью, но главное, чтобы размер одной транзакции не превышал 100 тысяч. Вот как это работает? Потому что действительно вот эта история про право на ошибку, право на вот эти вот последние слова, хотя для меня это, например, одно и то же, потому что, честно скажу, право на последние слова для меня это право на ошибку. В каком-то смысле, да. Потому что, ну, если человек не сдал базовый тест, но все равно уперт и хочет туда идти, ну это, скорее всего, будет ошибка. Но, тем не менее, как это эти 100 тысяч будут работать? Это нужно написать какое-то заявление брокеру, что я хочу, а дальше, соответственно, будет лимит 100 на транзакцию, 100 в день, 100 на инструмент. Как? На самом деле, правильный ответ он уже прозвучал. Дело в том, что право на последние слова будет распространяться на каждую отдельную сделку. То есть при желании начинающий инвестор может хоть, не знаю, на 100 миллионов себе накупить каких-нибудь сложных продуктов, но для этого ему, естественно, придется тысячу раз неправильно пройти тест, тысячу раз подать вот это заявление о принятии рисков. Технически весь этот процесс предусматривает, опять же, уведомление со стороны профучастника о том, что такая сделка нецелесообразна, что присутствуют определенные риски. И, опять же, в ответ на это уведомление инвестор будет должен подать заявление о том, что он осознает все риски и берет всю ответственность на себя. То есть в данном случае ответственность брокер себя снимает, все идет на откуп непосредственно инвестору. Но при этом очень важно отметить, что закон не обязывает профучастников удовлетворять вот это самое право на последнее слово. То есть здесь все зависит от того, какие этические, скажем, профессиональные стандарты и соображения есть у профучастников. То есть в целом, если они видят, что там совсем инвестор, допустим, очень сильно рискует... Пошел в разнос, да. Да, то брокер в целом может и запретить приобрести, воспользоваться правом на последнее слово. Будет ли такая практика массовой, сложно сказать, но в целом, да, закон не запрещает профучастника отказать в правом на последнее слово инвестору. То есть лучше все-таки рассчитывать на то, что вы подготовитесь... И сдадите тест. Да, и без каких-либо ограничений сможете приобретать все, что захотите. Да, я знаю, он, по крайней мере, вот одного брокера точно, не будем называть, который мне сказал, а мы не будем давать это право на последнее слово, потому что мы не хотим вот этих манипуляций. И мы не сможем тогда остановить, что человек там раз на 100 тысяч, второй, третий, четвертый, пятый, потом непонятно к чему он придет, у него может быть жесткий перекос по портфелю в слишком рискованные инструменты, а потом к нам будут претензии, о чем вы мне не сказали. Поэтому есть действительно и такая практика на рынке, что профучастник говорит никакого последнего слова «Живи». Это тоже в целом рациональная, на самом деле, политика. Брокеры и в целом профучастники должны быть заинтересованы, в первую очередь, в выстраивании долгосрочных отношений. Это плохая практика, когда давайте, клиенты, залетайте в самые высокорисковые, теряйте деньги и до свидания. Нет, вот вполне разумный подход со стороны такого профучастника и имеет право на жизнь, по крайней мере. А вы еще сказали, что все равно будут оставаться инструменты, которые будут доступны только квалам, и если не квал, он, соответственно, проходит тестирование, все равно эти инструменты остаются ему недоступными. Что это, например, за инструменты и почему именно они? Да, в целом, как я уже сказал, неквалифицированный инвестор, который пройдет все тесты, все равно не получит статус квалифицированный. Для этого есть отдельные условия, согласно российскому законодательству, точнее, одно из условий, которое обязательно нужно выполнять, чтобы получить этот самый статус. И, разумеется, те инструменты, которые только квалам доступны, останутся недоступными не квалам. Это суборды, субординированные облигации, это вечные облигации, это некоторые закрытые паевые институционные фонды на определенные активы, скажем так, это внебиржевые евробанды и так далее. Ну, здесь, на самом деле, логика такого, скажем, запрета, да, она понятна. Здесь фигурируют и высокие риски, и высокий порог входа. То есть, понятное дело, чем опасна субординированная облигация. То есть, долг могут в моменте списать, и инвестор останется ни с чем. Ну, мы это проходили. Да, да. То есть, за прецедентами, за примерами ходить далеко не надо. И обжигались на этом, собственно, квалифицированные инвесторы, ну, откровенно говоря, обеспеченные люди, как минимум. То есть, а что уж говорить о неподготовленной явно публике. И порог входа тоже очень большое значение имеет, потому что, возьмем, например, еврооблигации, да, то есть, там порог входа минимальный, то есть, один лот стоит там 100 тысяч долларов, допустим, 100 тысяч евро. Ну, даже если начинающий инвестор найдет такую сумму и позволит себе один лот, то есть, ни о какой диверсификации здесь речи не идет. Он сразу большой суммой концентрируется на одном конкретном активе. Это очень опасно. И, опять же, альтернативу таким инструментам можно найти. Есть ETF на еврооблигации, тут вам и встроенная диверсификация, и возможность оптимизации налоговой нагрузки, и минимальный вообще порог входа, несопоставимый с приобретением вот по факту каких-то инструментов напрямую. То есть, в этом плане, опять же, да, разграничение такое остается, будут определенные инструменты недоступными, но я не думаю, что подавляющая часть инвесторов будет как-то страдать от того, что им нельзя купить субрединированные облигации или еврооблигации вне биржевые, которые действительно очень дорого стоят, просто-напросто номинально, и недоступны по деньгам, на самом деле. Ну, если говорить откровенно, подавляющей части. Ну, есть такое, да. Поэтому, в целом, есть куча альтернатив на фондовом рынке доступных, поэтому на любой вкус и цвет, и всегда для себя можно что-то подобрать. Ну, я думаю, в завершении давайте еще раз озвучим, как можно стать квалом, потому что, ну, вдруг у нас есть среди подписчиков те, кто говорит, а-а, субарды интересно, почитал, посмотрел и говорит, ну, все-таки интересно, я хочу в эти инструменты зайти. Какие сейчас, ну, по крайней мере, на момент записи данного ролика требования, чтобы стать квалом, квал-инвестором? На самом деле здесь, как бы, условия не менялись, то есть сначала рассматривались различные варианты, как классифицировать инвесторов, там выделялось и несколько групп различных, то есть не просто квал-никвал, а еще там внутренние квалов какие-то. Ну, сейчас, на самом деле, вот остановились на таком варианте, по-моему, вполне разумный и оптимальный. Что касается квал-инвесторов, ну, здесь надо понимать, что нужно выполнить одно из условий. Это либо требования об профильном образовании, то есть нужно быть действительно, получить высшее образование, финансовое, экономическое, это либо опыт к профессиональной деятельности, то есть у вас должен быть опыт работы действительно на финансовом рынке, в финансовой организации, опыт работы с ценными бумагами. И третье условие касается исключительно, скажем так, активов, да, то есть либо инвестор, который претендует на статус квалифицированного инвестора, должен иметь 6 миллионов активов в финансовых инструментах, то есть там не подойдет какой-нибудь, не знаю... Квартира. Да, да, то есть это должны быть исключительно там, начиная от депозитов, заканчивая ценными бумагами и финансовыми инструментами. В таком случае, да, ему могут признать квалифицированным инвестором. Либо это требования по обороту. Я здесь в моменте не скажу вам точно, какие условия по частоте сделок и так далее, по-моему, не менее 10 сделок в квартал. В квартал, если не ошибаюсь. Да, и тоже на 6 миллионов. То есть здесь активные трейдеры, которые, не знаю, на тех же самых деривативах, с деривативами работают, они могут себе набить такой оборот, не имея больших первоначальных вложений. То есть вот следующее условие. Одно из них, если выполняется, можно получить статус квал-инвестора. Ну, друзья, на самом деле, я считаю, что тестирование действительно является элементом либерализации законодательства. Потому что раньше, если вы не квал, то определенные инструменты вам просто недоступны. А сейчас с введением тестирования у вас огромная вселенная инструментов. Она вам доступна. Ранее они были только для квалов. Поэтому сдать тест и получить доступ к инструментам, я считаю, что это абсолютно нормально. И тест действительно это не CFA. Вам там три года учиться для этого не надо. Это достаточно, я считаю, что вот у большинства наших брокеров есть куча бесплатных вебинаров. Посещаете, смотрите, учитесь и так далее. И принимаете осознанное решение. Это тестирование много времени не займет. Ну и в любом случае, по крайней мере, это поможет обезопасить ваш капитал от принятия не совсем корректных решений. Когда вы покупаете что-то, потом думаете, ой, господи, что же я купил-то? А что так можно было? А что так бывает? Ну и, по крайней мере, у меня потом будет меньше работы. Отвечать на комментарии. А почему у меня все просело? А что такое бывает? Вопрос. Что бы вы могли в качестве такого напутствия сказать начинающим частным инвесторам, чтобы они еще раз не боялись, что это все сложно и не боялись ошибок. И хотя бы понимали, с чего начать, если хочется знать все больше и больше и никаких ошибок не допускать. Да, спасибо, Наталья. Уважаемые инвесторы, на самом деле, конечно, тестирование не является чем-то страшным. Я уверен, что каждый из вас с этим справится и переживать не нужно о том, что, возможно, у вас не хватает знаний. И знания – это… Нехватка знаний – это дело поправимое. Просто достаточно потратить определенное время и силы на их приобретение. Опять же, действительно, Наталья сказала о том, что у профучастников есть множество своих различных обучающих материалов, обучающих курсов. Есть обучающие материалы и у Банка России. Я, конечно, не могу не сказать об этом. Есть информационно-просветительский портал «Финкульт.Инфо», где в простой доступной форме излагаются базовые понятия и принципы работы ценных бумаг финансового рынка в целом. И в том числе, естественно, это поможет вам в понимании определенных инструментов, которые требуют тестирования. В целом, повышайте свою финансовую грамотность. Поверьте, это может быть не только полезным, но и очень интересным занятием. Спасибо. Да, друзья, ссылочку на finkult.info я, конечно, оставлю в комментариях к этому ролику, чтобы вы могли это все посмотреть. Ну, Дмитрий, большое спасибо вам за ваше время. Я напомню, что сегодня про тестирование мы говорили с Дмитрием Евтеевым, главным экономистом Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Я надеюсь, друзья, вам стало более понятно, что тестирование – это не страшно, это действительно на всем на благо. В комментариях к ролику я включу и стандарты, и также кину ссылочку на сайт Московской биржи, где есть информация про требования, чтобы стать квал-инвестором. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, тоже напишите мне, пожалуйста, в комментариях к этому ролику, что интересует. Может быть, я сделаю дополнительный ролик, чтобы все эти вопросы разобрать. Ну и, конечно, поставьте лайк, если вам понравилось, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok